Схема работы Белтол в новинку для Беларуси. Над полотном дорог размещаются металлические порталы сбора платы, оснащенные приемопередатчиками, которые обеспечивают обмен информацией с бортовым устройством, установленным на лобовом стекле транспортного средства. Именно оно обеспечивает списание средств со счета за пользование платной автодорогой и хранит всю информацию о транспортном средстве и его владельце. Не надо будет остановиться на брамках, только пойдем дальше. Нормально, деньги положим, так как в Польше, так как все. Сумма оплаты зависит от того, где данное транспортное средство зарегистрировано, а также от веса автомобиля. Согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникации, установлены тарифы для расчета размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам в зависимости от технически допустимой общей массы транспортного средства и количества осей. Сумма оплаты будет колебаться от 4 до 12 евроцентов за километр. Но в соответствии с указом от дорожных сборов освобождаются транспортные средства, зарегистрированные на территории стран Таможенного союза с массой не более 3,5 тонн. Водители уже ощутили нововведение на себе. Это очень хорошее решение. Теперь можно спокойно держаться своего курса и не останавливаться для оплаты дороги, например, когда едешь в Минск. Это отличная система для водителей. Как оно у нас? Нас оно не коснулось. Поставили прибор и все, едешь на платежках, только не надо, чуть-чуть притормозил и все, и поехал. Соблюдение правил пользования платными автодорогами будет контролироваться сотрудниками транспортной инспекции с использованием стационарных и мобильных пунктов контроля. К нарушениям порядка относится неоплата или недоплата проезда. В таком случае составляется акт, в котором содержится требование возмещения платежа уже в увеличенном размере. Нарушитель вправе внести необходимую сумму не позднее 30 дней с момента составления акта нарушения.